я сегодня хотел бы поделиться с вами очень важным на мой взгляд посланием то что родилось моем сердце я размышлял я спрашивал у бога о чем говорить потому что всегда хочется как быть что-то актуальное затронуть и послание которое так важно сегодня для нашей жизни вы знаете бог дал мне такую тему о которой я хотел бы сегодня может быть из-за того что это в преддверии праздника пурим знаете такой праздник в израильском народе пурим кто-то слышал об этом и вот такое родилось название проповеди безмолвствие бога не означает его бездействие безмолвствие бога не означает его бездействие знаете однажды в жизни каждого из нас возникает вопрос как действует бог как происходит что он вступается за нас при каких условиях при каких обстоятельствах и вы знаете для меня как классический можно сказать так пример в библии это потрясающая книга эсфирь мы сегодня быстро вот так пройдемся по этим десяти главам как-то коротко постараемся увидеть контекст всего происходящего потому что это один из самых важных праздников в израиле самый радостный как утверждают иудеи да люди которые которым мы привились как ветвь корню они говорят что это самое радостное время потому что бог незримо совершил столько чудес что обреченный на истребление на вымирание на уничтожение народ остался не только живым но остался победителем в их вот такой духовной войне с неприятелями и вы знаете иногда кажется что незримый бог как бы молчит но я знаю что он следит за всеми событиями происходящими в жизни его народа и вот знаете эта книга эсфирь давайте вот обратимся в первую главу она повествует нам о том что был такой царь артаксеркс он царствовал на 120 семью областями вдумайте 127 областей от индии до эфиопии то есть это персидское царство было огромнейших размеров и масштабов и этот царь по имени артаксеркс он царствовал от индии мысленно представляете карту мира до эфиопии то есть северная африка вот таких огромных размеров и масштабах было его государства и в этом государстве произошел очень интересный такой на мой взгляд классический прецедент израильский народ был рассеян и по сути в каждом городе в каждой области была какая-то диаспора израильтян которые вынуждены были быть переселенцами и жить на тех территориях и вот знаете книга эсфирь повествует нам что произошел вот такой казус непредвидимый царь вожелал показать свою красавицу царицу остинь и хотел вот прилюдно знаете как бы ну как любой мужчина он всегда получает огромное удовольствие когда его жена самая красивая самая нарядная самая такая знаете ну звезда и наверное царю захотелось вот перед своими вельможами блеснуть вот знаете своей царицей но остинь написано было очень гордая женщина я не знаю почему но она воспротивилась по велению царя и не захотела быть вот знаете мод топ-моделью в глазах царского окружения и это был такой знаете прецедент который послужил тому что царь не мог перед глазами своих вельмож высокопоставленных чиновников как-то смириться под этот каприз его супруги и кто-то надоумил ее как бы вычеркнуть из цариц и вместо нее объявить конкурс красоты и представьте из 127 областей такой огромной персидской империи потянулись все красавицы все хотели бы занять это эту вакансию это место царицы вы знаете среди этой огромной группы молодых и красивых девушек была одна израильтянка она боялась признать свою национальность потому что в тот момент ее народ был в уничижении знаете вот в таком состоянии когда они боялись афишировать что они евреи и вот живут среди язычников тем более эта девушка по имени есфирь она была еще ко всему как бы сирота у нее не было родителей его воспитывал один родственник по имени мардахей и знаете вот если мы говорим что у кого-то знаете вот сегодня мы если смотришь там на артистов разных шоу-бизнеса смотришь у этой певицы у нее папа какой-то олигарх и он продвигает ее у кого-то еще какие-то связи родственные и потомственные уже такой знаете артист или артистка но у есфирь не было такого человеческого протеже есфирь была иудеянкой и все что она могла она просто сделала естественную платформу для участия в этом конкурсе красоты на замещение вакантной должности царицы она не побоялась она просто доверилась богу и сказал господь мне не на кого больше уповать я знаю что если ты захочешь я смогу обойти всех своих конкуренток и узнаете бог сделал чудо потому что это был его божественный промысел бог сделал чудо что это скромная девушка она смогла победить в этом конкурсе и занять первое место и царь артаксерс когда он соприкоснулся с ее внутренним миром с ее душою он просто влюбился безумно в нее потому что часто знаете в этом мире практикуется внешняя привлекательность и многие люди сегодня думают что ну знаете вот красота она залог успеха и продвижения в жизни но я скажу вам что есть внутренняя красота есть намного что-то более притягивающие человека к сердцу верующего богобоязненного скромного вот такого создания артаксерс видел этих красавиц может быть они в чем-то были превосходный дом в росте или фигуре но он смотрел как на тен смотрят на холодную красоту люди человеческую но когда он соприкоснулся с этой девушкой он влюбился в нее не за и ее данных там как там 60 90 60 или я все время путали 90 60 90 но не важно в общем царь настолько был влюблен в эту скромную девушку которая особо там не накладывала макияж и какие-то золотые убранства хотя она могла просто библия повествует что она доверилась богу и она сделала естественную платформу для того чтобы просто бог начал действовать знаете часто люди ожидают в жизни что-то сверхъестественное вот я называю такое прямое вмешательство в судьбу узнаете прямое вот такое насильственное вторжение в жизненные обстоятельства и часто мы думаем что бог только так действует не иначе но вы знаете мудрость заключается в том что иногда нам кажется что бог безмолвствует в каких-то обстоятельствах но это совершенно не значит что он бездействует тишина или молчание бога еще ни о чем не говорит немножко отступлю от книги эсфирь и приведу пример из книги иов помните иов сидит весь в разлагающемся таком теле до отшкаря бывает свою кожу которая отслаивается от него из-за того что у него была но серьезная проблема со здоровьем и все говорит что бог не слышит что бог не придет на помощь но вы знаете безмолвие в тот момент бога мы видим почему в сорок второй главе там написано что бог воздал вдвое больше иову за его страдания и терпения то есть безмолвствие бога еще ни о чем не говорит драгоценные братья и сестры даже если бог молчит это значит он готовит что-то и намного больше чем мы даже ожидаем это увидеть аминь это всегда важно друзья слышать знать и понимать и знаете вот точно так происходило и в книге в жизни эсфирь она кстати эта книга по сути единственная в библии где нету вот такого знаете даже упоминания о сверхъестественном вмешательстве в судьбу и обстоятельства израильского народа да нигде не написано что вот как-то чудесами и знамениями бог как бы сделал чудо нет он незримо не и до конца не может быть непонятно но он наблюдал за всеми процессами происходящими в этой книги описанные да и которые мы сегодня можем читать знаете здесь написано во второй главе в семнадцатом стихе полюбил царь эсфирь более всех жен она приобрела благоволение и благорасположение более всех девиц и он возложил царский венец на голову и сделал ее царицею на место остинь конечно был большой пир все князья собрались наконец-то он смог похвастаться и его драгоценной красавицей но знаете вот после определенных обстоятельств всегда случаются какие-то казусы в жизни я не знаю как у вас но в моей жизни вот так часто происходило когда на гребне какого-то успеха каких-то достижений вдруг откуда ни возьмись появляется враг появляется какая-то проблема которую ты не ожидаешь в жизни вот просто казалось что ее никогда не будет она раз и появилась бывало вас такое вот особенно после какого-то успеха победы каких-то знаете хороших моментов жизни вдруг на горизонте появляется что-то что ты ну как бы не ожидал никогда не даже не планировал заболеть или потерять или финансовый какой-то на кризис вы знаете вот так жизнь устроена и и часто вот почему я эту затрагиваю тему потому что иногда мы думаем почему господь это произошло где причина где ответ на этот вопрос ну вы знаете нам по сути и не надо задавать эти вопросы если мы доверяем богу если мы отдали в его руки нашу жизнь целок целиком и полностью просто наберись терпения доверься господу и уповай и он тебя не подведет вы знаете то же самое произошло в жизни израильского народа в жизни из фирь как только она воцарилась и уже знаете стала полноценной царицей вдруг откуда ни возьмись появляется злой аман аман имя аман в переводе знаменитый знаменитый и вот этот аман ненавистник израильского народа и человек который поражен духом антисемитизма он однажды обратил внимание на на человека по имени мардахей а это родственники из фирь и обратил внимание в том что все кланялись когда он проходил рядом а мардахей стоял как вкопанный даже не не шевелился и когда ему донесли что есть такой человек вот он рядышком при дворе здесь крутится каждый день и когда ты проходишь он не поклоняется тебе мало того он не один такой в государстве в 127 областях есть множество таких людей которые не выполняют царский приказ о том чтобы присутствие какого-то высокопоставленного человека они склонялись перед ним как бы почитая его величие и человеческое могущество и когда аман узнал об этом у него поднялась знать и гордость и гнев и ненависть и он решил как бы расправиться с этим народом знаете на протяжении существования израильского народа а он начал существовать кто помнит от какого человека произошел этот народ от авраама аминь от авраама это родоначальник или патриарх израильского народа бог вступил в завет с авраама и он сказал от тебя произойдет великий народ вы помните и знаете бог сказал ему как условия что он должен делать чтобы его потомки были великими и успешными людьми бог сказал авраам ходи предо мною и что еще и будь непорочен это два условия и я благословлю потомков твоих я благословлю твоих детей внуков правнуков оказывается когда мы ходим перед богом живем пред богом и не порочны не грешим не подражаем людям этого мира потому что люди этого мира растлились своих похотях когда мы живем свято оказывается мы не только себе жизнь облегчаем а нашим детям и правнукам до тысячи родов мы гарантируем благословение божье в судьбе грядущих поколений скажем на это ми или наоборот когда люди не живут свято они не только себе жизнь портят они портят жизнь до 3 4 коль коль поколения людей потому что проклятие передается от 3 до 4 3 до 4 поколения то есть дед грешил блудил убивал насиловал смотришь даже в его жизни еще урожай не пришел а его внуки наркоманы его внучки проститутки и смотришь как будто вот весь этот род знаете на скользкой дороге и истреблен через какое-то поколение когда ты начинаешь разматывать вот это эту генетику это греховная днк понимаешь что не на пустом месте страдают эти люди потому что так написано в библии но когда ты видишь семя праведника ты понимаешь что это не его личная заслуга это то что его потомки оставили ему на земле библия говорит что бог благословит семя праведного до тысячи родов боящихся и любящих господа амен это очень важно друзья и знаете что произошло произошло то что этот народ когда он появился на земле он всегда был костью поперек горла всем силам зла всем силам ада которые когда-либо восстановали диктаторы все антисемиты это люди которые ненавидели всеми фибрами души израильтян до сегодняшнего дня этот народ благословен богом но этот народ ненавидят те люди которые одержимы дьяволом и знаете этот злой аман это не был первым в числе этих антисемитов и ненавидящих израильтян он был очередным диктатором который решил избавиться от этого народа и здесь мы читаем в книге из фирь да с 3 4 главе как у него возникает такой план он решил подкупить царя предложил ему выкуп да за этих людей и царь сильно не вникал что это за люди потому что аман не стаби не собирался все расшифровать он просто предложил 10 тысяч талантов серебра где я отвешу в руки приставников и внесу в казну царскую представьте 10 тысяч талантов серебра на пустом месте за эти деньги можно поправить любую золотать любую дырку в бюджете поправить экономические какие-то показатели и когда царю подошел с таким предложением и экономической как бы экономические инвестиции царь как бы особо не разбирался это был такой обман это был подкуп и царь дал добро на то чтобы ну потому что было через уста амана сказано что это бунтари это люди которые как бы мешают нашему процветанию и поэтому царь надо с ними что-то делать срочно и царь сильно не раздумывая дал ему печать и свою царскую да и дал добро на то чтобы как бы аман навел порядок в государстве и вы знаете что интересно когда об этом узнал мардахей потому что гонцы разнесли эти послания в сто двадцать семь областей государства персидского то смотрите как важно правильно реагировать на проблему что сделал мардахей с первого стиха 4 голову когда мардахей узнал все что делалось разодрал одежды свои возложил на себя вретище и пепел и вышел на средину города взывая с воплем великим и горьким и дошел до царских ворот как нельзя было так как нельзя было входить царские ворота равно и во всякой области месте куда только доходило повеление царя и указ было большое сетование у иудеев пост плач и вопль вретище и пепел служили постелью для многих вы знаете пост плач и вопль это то что сделали иудеи чтобы приготовить естественную платформу для сверхъестественного божьего вмешательства пост плач и вопль все что они могли они не формировали какие-то карательные отряды и не пытались кого-то подкупить как-то там выкрутиться нет они сказали господь без тебя мы не можем ничего если ты не созиждешь город не можем мы его строить если ты не охраняешь город не можем мы на обеспечить безопасность нашего городов они начали поститься молиться сетовать и плакать пред господом знаете бог незримо начал действовать двигать обстоятельства почему мы сегодня говорим что иногда безмолвствие такое открытое вторжение это и это не значит что бог вот если он безмолвствует он не действует он действует он просто действует по своему сценарию как когда при каких обстоятельствах это уже не нашего ума дело это уже сверхъестественная божья прерогатива скажем на это аминь мы подошли к самому ответственному моменту этой программы я хочу чтобы те люди которые еще никогда не призывали имя господа в свою жизнь могли повторить за мной слова этой простой молитвы покаяния склоните свое сердце закройте свои глаза и прямо сейчас повторите за мной слова этой молитвы дорогой небесный отец я прихожу к тебе таким как я есть прости меня за мои грехи я виноват перед тобою помилуй меня господи и пусть с этого момента вся моя жизнь изменится я исповедую тебя своим спасителем и богом всей моей жизни иисус войди в мое сердце стань богом моей судьбы отныне и вовеки я твой а ты мой господь друзья если вы совершили эту молитву бог обещал что он войдет вашу жизнь после того как вы призвали его имя ваша жизнь станет совершенно другой делайте необходимые вещи начните читать слово божье начните молиться своими словами к богу и он будет слышать вас после этой молитвы покаяния и найдите себе поместную церковь это место где вам помогут состояться поддержит ваши руки и дадут вам правильные направления в последующих шагах жизни и конечно же смотрите нашу программу последнее время да благословит вас господь во имя отца и сына и святого духа аминь в новой жизни пусть услышь ты как умьется с новой силой прощены мы и ты тоже сердце бьется в таксо громче пусть бьет сквозь нас любовь течет нас оу будь свободен в новом звуке кто отбор не Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»